Ещё один немаловажный фактор, который нас сподвинул на эту идею, это желание детей соревноваться, желание детей играть. Для них это совершенно уникальное творческое состязание, которое позволяет им реализоваться в полной мере в направлении нашего искусства, в хоровом пении. И коллектив, который выходит и доходит до розыгрыша Гран-при, вы не представляете, он в шесть раз выходит на сцену. То есть это не одноразовое такое выступление и приход, а это полноценное, настоящее соревнование. Ещё один момент, который очень важен и который мы учили при организации этого мероприятия. Мы не стали делать такой поток, конвея выступлений коллективов. Мы разбили выступления коллективов на мелкие такие сегменты, концертные сегменты, как мы их называем. Час 15-20 минут коллективы определенной возрастной группы соревнуются между собой, тем самым не утомляя друг друга и не утомляя зрителя. Плюс ко всему, эти коллективы слушаем друг друга, они не уходят никуда. Почему? Потому что после каждого такого сегмента жюри, высокое жюри обсуждает и выносит вердикт, кто проходит дальше. Таких концертов на стадии 1-8 финала 3 в день. И вы знаете, ещё один плюс мы нашли здесь, потому что для жюри это интересно. Потому что жюри переходит из зала в зал, узнавая новые площадки Санкт-Петербурга. А их у нас как минимум 4. Это и Белый зал Политехнического университета, это и зал Санкт-Петербургского Большого государственного университета, это и зал Шведской церкви на Конюшиной улице, это и собор Петра и Павла на Невском проспекте 22-24. И в заключении такой финальный аккорд, это наша МЕКО-хоровая, государственная академическая хоровая КПЛ, где будут происходить соревнования полуфинала, финала и розыгрыша гран-при. Поэтому идея чемпионата, которая была изначально, признаюсь вам откровенно, не совсем осознанно, или понята нашими коллегами, что за чемпионат, как, что. На сегодняшний день она доказывает, что это самая лучшая форма детского хорового соревнования. Такого мероприятия в хоровом направлении нет нигде в мире. Санкт-Петербург и здесь утвердился как культурная столица детского такого соревновательного напряжения. Существуем пять лет. Это сделало наш форум известным. И мы очень надеемся, что год от года представительство разных стран будет расти. Очень в это верим. И естественно, что мы всех всегда приглашаем на это мероприятие. К нам в гости в Санкт-Петербург, все страны, все наши хоровые коллективы нашей страны. Еще один момент хочу добавить, да, что в этом мероприятии может принять участие абсолютно любой коллектив, возраст, который состоит из участников, возрастная категория, которая была до 25 лет. Младшие, средние и старшие. Как профессиональные коллективы, то есть музыкальных учебных заведений, так и любительские хоры. Ну вот, вкратце. Игорь Копилович, а Вы нам расскажете, кто участники, как стать участником, в этом году, например, какие участники, и как изменялись? В этом году на нашем чемпионате представительство из 29 коллективов. Из 29 коллективов общее количество участников, приезжих гостей к нам около полутора тысяч человек. В данном случае, среди участников, это коллективы детские, юношеские и молодежные хоры из Казахстана, Китая, Латвии, Белоруссии, Молдовы, Финляндии. И представители более 10 городов Российской Федерации. Как я уже сказал, участником чемпионата может стать любой коллектив, подающий заявку. Мы принимаем абсолютно, так сказать, все заявки и откликаемся на каждое, так сказать, предложение, рассматриваем его. И чаще всего это всегда, практически, стопроцентно положительный ответ. Заявки подавать очень нетрудно, потому что существует сайт, там все условия, там все рекомендации, что для этого нужно сделать. Что еще? Коллективы имеют прекрасное совершенно расселение, прекрасное, так сказать, времяпрепровождение. И этим обеспечивает все это наша замечательная компания Интероспект. Во главе с самым главным идеологом нашего чемпионата, директором этой компании, Еленой Юрьевной Бизиной. Очень много разнообразных мероприятий, о которых мы с Сергеем Викторовичем вам расскажем, если это будет интересно, в рамках непосредственно самого чемпионата. Да, пожалуйста, Сергей Викторович, тогда я вам передаю слово и о мероприятиях. Впервые ли вы в составе жюри, или вы с самого первого года, и по каким критериям вы будете выбирать победителей? Нажимайте на кнопочку. Еще раз добрый дом, еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Ну, и так посчастливилось, и я очень благодарен за это организатором, что в этом детско-мужеском хоровом чемпионате, с первого чемпионата, я являюсь председателем жюри. На первом, втором, третьем и вот на этом пятом юбилейном исключении составил только прошлый год, потому что я принимал участие сам со своим коллективом, с женским хором музыкального училища Неримского-Корского, со своим студенческим коллективом, принимал участие в этом чемпионате. Принимал участие по двум аспектам. Во-первых, мне очень хотелось побывать в очередной раз в шкуре не человека, который судит, а пройти через вот всю эту очень интересную систему, о которой сейчас Игорь рассказывал, вот эту вот систему чемпионата, восьмая финала, четверть финала, полуфинала, финала. Вот тут я на своем опыте хочу сказать, что это, ну это в общем адреналин из тура в тур приходит все больше и больше. Это безумно интересно, это очень волнительно, это сложно, потому что настолько тонко и грамотно надо руководителю коллектива, прежде всего, спланировать программу на каждое выступление, каждый тур. Надо со всех сторон показать возможности своего хорового коллектива, будь то детский хор или студенческий коллектив. Надо показать умение, на мой взгляд, и таковы мои критерии, как председателя, показать умение коллектива петь не только на своем национальном языке, но, наверное, и владеть другими языками, поскольку современное хоровое искусство сейчас настолько шагнуло вперед, что, наконец-то, мы уже, неважно в какой мы находимся стране, да, граждане какой мы страны, мы должны петь музыку, написанную композиторами на языке оригинала. Поэтому, если это сочинение написано на литовском, мы будем петь на литовском, на финском, на финском, на немецком, на английском, на латыни. То есть, вот тогда коллектив, когда он показывает себя с разных сторон, когда он поет музыку представителей различных композиторских школ, эпоха Возрождения, романтизм, классика, может быть, спирича, может быть, это народная песня, народная песня русская, народная песня другой страны, духовная музыка, светская музыка. То есть, вот сколько всего разного, на мой взгляд, коллектив, для того, чтобы получить гран-при, должен исполнить в программе и очень грамотно это выстроить от одной восьмой финала к финалу, чтобы оставлять какой-то запас, чтобы грамотно выстроить силы хора и свои собственные силы. И вот настолько мудро составить репертуар, чтобы действительно финальное произведение на гран-при выстрелило, да, попало вот в эту десятку, и члены жюри, дай Бог, одиногласно отдали в этом коллективу гран-при. Поэтому я в прошлом году прошел через всю эту историю со своим хором и с высоким, хорошим результатом. Но хочу сказать следующее, что с прошлого года было такое принято решение оргкомитетом, и в этом году, но даже несколько расширено, теперь будет присуждаться не один гран-при, а с этого года целых три. В каждой номинации, в каждой категории, вот то, о чем опять же сказал Игорь, младшая, возрастная категория будет иметь своего победителя абсолютного, средняя категория и категория взрослых, если можно так об этом сказать, хоровых коллективов, то есть это хоровые коллективы, юношеские, средние, средних специальных, высших учебных заведений, это молодежные хоровые коллективы, чаще всего это студенческие хоры, училища, институты культуры, хоры, университетские хоры, консерваторские коллективы, если таковые будут, если таковые есть. И, наверное, тоже справедливо, потому что все-таки, конечно, трудно совсем юным исполнителям, малышам, а у нас бывали и был в прошлом году коллектив, в позапрошлом году, когда я был по самим жюри, был коллектив, возраст которого, по-моему, средний составлял 5-6 лет, это были вообще, ну, просто очаровательные малыши, которые, конечно, не очень хорошо пели, конечно, они только начинают свой путь, но это было настолько умилительно, настолько трогательно, настолько искренне, что все равно не получили какие-то награды, какое-то признание, какой-то отзыв, отклик публики. И вот это, наверное, самое главное, они понимают, к чему им нужно стремиться. В чем еще суть этого чемпионата, вот этого вот всего такого марафона? В том, что мы узнаем репертуар разных хоровых коллективов, мы узнаем, что поют сегодня финны, что поют сегодня прибалты, что поют сегодня французы, там, например, немцы, ну, разные коллективы на разные конкурсы приезжают, да? Мы берем в них репертуар, мы делимся своим репертуаром, национальным репертуаром, какими-то своими авторскими сочинениями, которых очень много также исполняется. Приятно, что в рамках чемпионата проходят какие-то премьеры композиторские. Исполняется музыка действительно всех направлений и всех жанров. И вот в этом году в рамках чемпионата пройдет два таких специальных проекта. Это презентация серии сборников, которая называется «Поет школьный хор». Издательство «Композитор Санкт-Петербург». С чем это связано? Это связано с тем, что, вероятнее всего, уже очень скоро будет принята очередная национальная задача, национальная идея, которая принимается высоко в правительстве Российской Федерации, о том, что будут возвращаться школьные хоры. То есть, как было раньше в советское время. В каждой школе был не только урок музыки, а был еще и школьный хор. И эта, кстати, идея высказывала Илья Александрович Георгиев, как писатель Российского хорового общества. И эту идею он продвигает, пытается сейчас ее внедрить уже и продвинуть на федеральном уровне. Если эта история будет принята, то тогда с 1 сентября во всех школах будет введен дополнительный час, еще один час уроков музыки, именно хоровой класс. И вот специально для этого народный артист России, композитор Яков Дубравин, издательство-композитор Санкт-Петербург и доцент кафедры академического хора Санкт-Петербургского государственного института культуры, лауреат премии «Лучший преподаватель школы искусства» 2015 года Лариса Ирудская придумали целую серию сборников. Поет школьный хор. Куда войдут сочинения композиторов как советского времени, так и нынешней современной России, композиторы и сейчас пишущие для детей, и композиторы, которые писали замечательные песни в 60-е, 70-е, 80-е годы. Ведь, в общем-то, помимо какой-то тематики, связанной с какими-то политическими моментами, все-таки был ряд замечательных, прекрасных, талантливых песен на вечные темы, которые сегодня свежо и красиво звучат. Яков Дубравин, кстати, один из тех композиторов, который, можно сказать, пик, наверное, звездная карьера которого пришлась именно на 80-е, 70-е годы, на вот эти замечательные песни того времени, когда был Олег Харамутшин, Валерий Гаврилин, когда были такие имена, которые знали не только в нашем городе, но и во всей стране, и пели их песни постоянно, ну и, естественно, Москва, Шаинский, Пахмутово и так далее. И вот сейчас Дубравин продолжает писать песни, и специально для нашего чемпионата он написал несколько замечательных композиций, которые теперь тоже, наряду с гимном нашего чемпионата, который звучит на открытии, на закрытии и в течение нашего чемпионата, несколько песен Якова Дубравина также исполняются сходным хором, управлением художественного руководителя, чемпионат, репетируется все это. И, конечно, когда на сцене стоит 500-600 исполнителей одновременно, это, конечно, не только красиво, но это все очень мощно, очень здорово. И это ничто так не объединяет, действительно, как хоровое искусство, потому что когда вот эта вот поющая, вдохновленная команда, сплоченная до музыкантов, будущих музыкантов, юных музыкантов, стоит на сцене, это производит совершенно колоссальное впечатление, особенно когда стоят дети и юноши, да, это понятно, что это будущее нашей страны, что это вот то, во имя чего мы проводим вот этот вот весь чемпионат, другие конкурсы, которые, фестивали, которые проходят в нашей стране и по всему миру, естественно. Но вот это именно идея национального единения. И пусть в этом хоре будут стоять и русские, и литовцы, и финны, и молдаване, и казахи в этот раз, да, белорусы замечательные, чем больше, тем лучше. И они все будут петь некоторые сочинения на русском языке. Вот гимн написан на нашем, на русском языке, его поют все. Все, кто приезжают, обязательно поют гимн. Он истин, существует транскрипция, они учат, есть запись этого гимна, и все вместе, вот буквально уже через несколько часов, Игорь будет репетировать это со сводным хором, и с этого практически начнется наш детско-юношеский хоровой чемпионат. Еще добавлю по поводу еще одного проекта, который состоится в рамках чемпионата. Также в четверг, 22 февраля, пройдет, прошу прощения, 23 февраля в пятницу, также вместе с презентацией сборников поет школьный хор, состоится очень интересный концерт, который называется «Два хора, две столицы». В этом концерте примет участие лучший детский хор России, подтвердивший это звание. Это не просто так, это не просто наше мнение, это действительно то звание, которое этот коллектив уже дважды подтвердил на Всероссийском хоровом фестивале, который проводит Всероссийское хоровое общество. Финал проходит в Москве, более двух с половиной тысяч хоровых коллективов участвуют в этом. И именно наш петербургский хор, концертный хор «Перезвоны» детской школы искусств имени Клинки под управлением Ларисы Ирудской в прошлом году второй раз доказал то, что он стал лучшим детским хором нашей страны. И вот он будет принимать участие в этом концерте от Санкт-Петербурга, а из столицы, из Москвы приезжает замечательный детский хор «Аврора» детской школы искусств имени Крайнего, руководит этим хором Анастасия Беляева. Она, кстати, уже второй раз привозит в наш чемпионат свой коллектив. В прошлый раз она дошла до золотого уровня, получила золотую медаль. Как будет в этом году, посмотрим. Все покажет наш турнир. Но то, что концерт, который она покажет вместе с хором «Перезвон», убежден, что это будет концерт очень интересный, потому что оба коллектива, в особенности московский коллектив, сейчас овладевает очень таким, ну не могу сказать, что-то новое направление. Но, во всяком случае, оно сейчас очень популярно в мире, и оно, на мой взгляд, уже необходимо для развития современного хорового коллектива, хорового коллектива 21-го столетия. Этот коллектив работает в стиле детского музыкального театра. То есть дети не только наизусть поют произведения, но они еще играют. Они находятся в движении, они участвуют в каких-то постановках. То есть вот этот вот музыкальный театр, который привносится в такое традиционное академическое хоровое пение, он, конечно, интересен. И детям интересен, и интересен руководителям. Иногда приглашают режиссеров, иногда приглашают балетмейстеров, иногда все это берет на себя сам руководитель коллектива. Но, тем не менее, это все вызывает огромный интерес, и, конечно, зрелищность в этом смысле хорового коллектива сразу выигрывает. Если раньше выходил хор, поднимал ноты, и 45 минут, ну, я не буду говорить там заунывно, не заунывно, но пел. И, конечно, многим это, может быть, в чем-то было что-то такое там скучно, не скучно. Мнения по этому поводу существуют разные. Кто-то говорит, что да, великая музыка, ее не надо ничем разукрашивать, она все равно остается великой. А вот какую-то другую надо привносить что-то, мол, чтобы брать не музыкальные составляющие, а чем-то другим. Не знаю, вот я как композитор со своей стороны могу сказать, что мне кажется, что, наверное, я понимаю, что я когда пишу, я, наверное, не предусматриваю какой-то визуальный ряд. Но если он иногда где-то появляется, и он сделан интересно, профессионально, вкусно, он сделан изысканно, даже, может, с каким-то видеорядом иногда. Но, мне кажется, это украшает любое сочинение любого композитора. А ведь уже известно, что и «Реквием Верди», и «Реквием Моцарта» сделан в постановках, и наш Михайловский театр показывал, и мировые исполнения уже существуют, когда хор не просто поет это, а это сделано как музыкальный спектакль, как драматический спектакль. Поэтому, мне кажется, что безумно интересно. Нас ждет концерт 23 февраля в 19 часов в этом зале Санкт-Петербургского государственного университета, где два замечательных детских хора будут показывать свое мастерство. Ну, и в заключение, наверное, я просто скажу о той команде моих коллег, которые со мной будут работать в этом году в составе жюри. Может быть, не все именно о чем-то скажут, но, во всем случае, в музыкальном мире, в мире академической хоровой музыки, это все известные деятели хоровой культуры, это все действующие хоровые дирижеры, что я хочу подчеркнуть. Это не просто теоретики-музыканты, да, хоровики, которые с большим опытом, а это все действующие хоровые дирижеры. То есть у каждого есть как минимум один, а то и два, и три хоровых коллектива, они постоянно работают, многие из них пишут музыку, которая тоже постоянно исполняется. Поэтому это очень серьезная профессиональная команда. В этом году это будут представители Литвы, Китая, Словакии, а от Российской Федерации вместе со мной будут, такая очень представительная комиссия, три народных артиста России. Ну так получилось. Два петербургца, как я уже упомянул, это имя народный артист России, композитор, профессор Яков Дубравин. Это заведующие кафедры хорового дирижирования нашей Петербургской консерватории и руководитель хора студентов консерватории, кстати, президент нашего фестиваля, нашего чемпионата, президент чемпионата, Валерий Успенский. И впервые вот в команде жюри будет работать очень известный хоровой дирижер, член правления Всероссийского хорового общества, руководитель Владимирской хоровой капеллы мальчиков и юношей, что, кстати, тоже достаточно символично, да, потому что это, в общем, не так много у нас в нашей стране, таких коллективов, которым, в частности, он руководит. Народный артист России Эдуард Митрофанович Маркин, он сам из Владимира, и вот в этом году впервые примет участие в работе. Вот, наверное, то, что я могу рассказать со своей стороны. Спасибо большое. Короче, Сергей Викторович, я хотел бы добавить еще одну деталь, что автором гимна нашего чемпионата является композитор Сергей Якимов и автор текста Владимир Поляков. Спасибо. Я хотела еще уточнить, сколько дней длится чемпионат, это организационный вопрос. И кто может прийти и послушать, свободный ли вход, можно прийти и просто послушать. Чемпионат начинается сегодня, в 17 часов открытия в Соборе Святых Петра и Павла, в Невском проспекте. На все мероприятия чемпионата, на все его концерты вход свободен, кроме последнего концерта. Вход по пригласительным билетам. Здесь я ничего не могу сказать по поводу распространения этих билетов. Скорее всего, что эти билеты будут распространяться прямо перед самим непосредственно концертом. И закрытие, и полуфинал-финал, розыгрыш гран-при и закрытие чемпионата у нас проходит в Капеле 25 февраля с 11 часов утра. На все остальные мероприятия, которые пройдут, начиная с завтрашнего дня и сегодня, вход совершенно свободен. Мы приглашаем всех любителей хорового пения, всех любителей соревнований принять в этом участие. Это правда очень здорово. Это такого накала страстей со стороны детей, вы знаете, это дорогого стоит. Это и слезы, естественно. Это невероятные эмоции. Когда они вдруг понимают, когда они слышат коллективы другие, когда они могут оценивать выступления других коллективов, когда в них развивается чувство локтя, один из руководителей коллектива, который приезжал к нам ранее, сказал, я привез на чемпионат один коллектив, а уезжаю совершенно с другим, потому что произошло осознание детей нужности этого мероприятия. Они стали сплоченнее, они стали семьей, у них происходит совершенно невероятное общение. Конечно же слезы есть, но эти слезы объяснимы, потому что дети переживают, но они видят свои недочеты, они учатся на других выступлениях и так далее. Но что самое интересное, был даже в нашей истории уже такой случай, когда один коллектив приехал и взял бронзовую медаль, а через год приехал и получил гран-при. То есть целенаправленная работа коллектива, специально, это было совершенно фантастическое ощущение и для организаторов чемпионата, и для жюри, когда они узнали, что вот такая вот история произошла, это было потрясающе. Спасибо большое. Коллеги, есть ли у вас вопросы?